Добрый день дорогие друзья! Сегодня записываем очередное видео и очередное полезное видео с множеством полезной информации. Оно получится от интервью немного долгим, но я уверен, что оно будет полезно тем, кто интересуется этой сферой и этим вопросом. А говорим мы сегодня на тему квалификации, сертификации и работы инженером в нефтегазовой отрасли непосредственно в Канаде. И мы сегодня разговариваем с человеком, который непосредственно занят в этой области, прошел весь этот путь. Он сегодня очень подробно расскажет, как все это делается. Антон, привет! Привет, Глеб! Очень рад, что ты согласился записать со мной это видео, потому что очень долго я искал человека, который именно готов был так вот хорошо, структурно и понятно рассказать об этой области, потому что она не такая простая, не такая очевидная для всех. Но сегодня уверен, что мы раскроем все вопросы очень подробно. Друзья, напоминаю, что вы можете подписаться на этот канал, потому что мы записываем очень много таких полезных видео, если вы еще не подписаны. Ну и сегодня мы говорим о том, как сертифицироваться в Канаде на инженера, если у вас уже есть опыт инженера в вашей стране, сколько зарабатывают инженеры, в каких областях в нефтегазе непосредственно можно работать инженером и в целом, как компании сейчас нанимают инженеров в Альберте. Об этом мы сегодня будем говорить, так что не переключайтесь, смотрите и поехали! Добрый день всем! Меня зовут Антон Винокуров, я работаю процесс инженером в Альберте последние 8 лет. До этого работал в нефтегаз индустрии на родине, в Украине. И хотел бы рассказать и поделиться своим опытом в целом, что из себя представляет ОЛНГС, как работает инженерная сфера в нашей, здесь в Канаде, и помочь тем людям, которые, скажем так, планируют эмигрировать и планируют, скажем так, работать инженерами здесь. Если брать в целом ОЛНГС сферу в Канаде и инженерную часть ОЛНГС в Канаде, я бы хотел разделить ее, скажем так, на три категории. Первая категория, где представлено большинство инженеров и большинство инженерных специальностей. То есть первая категория, это, наверное, и я беру и структурировал по количеству задействованных, так сказать, employed engineers. Первая, наверное, самая такая большая категория, это инжиниринговые компании. Инжиниринговые компании здесь называются EPCM, что значит Engineering, Procurement, Construction, Construction Management. И данные компании выполняют сервис для, обычно, для компаний-клиентов по разработке инженерно-технической документации, по сопровождению данной документации, согласованию в соответствующих, скажем так, государственных органах, логистики и закупки оборудования, работы с вендер, с поставщиками оборудования. Ну, скажем так, и выполнение, скажем так, непосредственно менеджмента со стороны Construction. Это наиболее, скажем так, крупная сфера, где задействовано большинство инженеров. Вторая, я бы сказал, что это компании-клиенты, то есть те компании, которые имеют действующий нефтегазовый бизнес, ну, действующие или планируют иметь нефтегазовый бизнес. Данные компании являются заказчиками разработки инженерно-технической документации, в случае, если они планируют модернизацию и конструкцию действующих объектов. И третья категория – это компании-поставщики. То есть, те компании, которые производят нефтегазовое оборудование, у них также есть инженеры, которые производят поддержку действующего оборудования, а также разработку нового оборудования для новых объектов. Если, скажем так… Ну, я хотел бы просто кратко, извини, что перебью, еще раз обратить внимание на тех, кто смотрит сейчас это видео, о том, что мы говорим сегодня о нефтегазовой сфере, потому что она основная движущая, скажем, индустрия в Альберте, где мы живем, и ты компетентен говорить, в принципе, об Альберте, потому что, ну, в других провинциях нефтегаз тоже есть в малой части, но там могут быть инженеры больше задействованы, может, в каких-то других индустриях, и мы сегодня тоже не будем затрагивать инженеров из, так называем их, civil engineers, да, то есть это гражданских… Я думаю, довольно-таки большое количество разновидностей инженеров, но мы будем сегодня говорить, и, скажем так, я бы хотел указать, какие категории инженеров являются наиболее востребованными, по крайней мере, в oil and gas индустрии здесь, в Канаде, я бы именно в Альберте. Мы будем говорить только про Альберту, естественно, могут быть некоторые различия, но они обычно незначительны. Давай как раз поговорим о том, какие профессии инженеров есть, как они называются, да, и чем эти люди здесь занимаются. Я бы, я думал над этим вопросом, и я выделил бы шесть основных категорий, как разделяют инженерные специальности здесь, в Канаде. Первое я начал бы, наверное, это project engineer. Project engineer – это инженер проекта, назовем так, переводя его на русский язык. А данный специалист занимается тем, что он ведет в целом направление проекта, отслеживает график проекта, работает с клиентом, и его задача – это коммуникация между дисциплинами и между клиентами. Вторая категория – это процесс инженера. Я скажу, что я представляю процесс инженера, и это задача процесс инженера, это по-русски инженер-технолог, разработка инженерной технической документации, разработка в целом технологий и дизайна. Третья категория – это civil structural engineers, те, которые разрабатывают проектно-техническую документацию для зданий и сооружений. INC engineers – это Instrumentation and Control, по-русски это будет, по-моему, это не по-моему, это будет KPA, то есть те инженеры, которые занимаются автоматизацией процесса, они также занимаются работой с поставщиками оборудования автоматизации и контроля процесса. Mechanical engineer – это инженер-механик, данные инженеры занимаются выбором непосредственно типа оборудования в данном, в данном как бы application, в данном конкретном дизайне, и работой с поставщиками, скажем так, по техническим, по конкретным техническим вопросам. Шестая категория – это Electrical engineers, по-русски инженер-электрик, и, скажем так, они занимаются разработкой документации, связанной с электрооборудованием. Хотел бы отметить вот эти шесть основных категорий, которые представлены на рынке. Есть множество других, таких как, например, Facility engineers, те, которые занимаются непосредственно работой на каких-то объектах, Software engineers, Petroleum engineers, то есть это те люди, ну, скажем так, представленные немножко менее, особенно в Calgary. Но вот эти шесть категории, те основные, которые есть практически в любом EPC, и есть практически, ну, в любых компаниях клиентов, как мы их называем. Под компании клиента я называю крупные компании, ну, крупные или любые, или мелкие компании, но так, чтобы было понятно, это, например, Conoco, Murphy, это Shell, это и так далее. А давай вот, кстати, интересно, я думаю, будет узнать людям буквально несколько слов, да, 2-3 минуты, как вообще устроена нефтегазовая индустрия здесь в Альберте, какие, скажем, уровни есть и какие игроки на этом рынке, да, есть. Я понимаю, что можно их разделить. Я бы разделил, да, наверное, это и есть крупные игроки, назовем тогда, я уже представил, это, наверное, самое крупное, если брать, которые представлены здесь конкретно на рынке Альберты, это, наверное, будет Suncor, Shell, Husky, Nexon, Devon, скажем так. Ну, это именно нефтяные компании, которые владеют месторождениями. Абсолютно верно, которые владеют месторождениями, которые или владеют, скажем так, какими-то refineries или какими-то другими facilities, которые, как происходит, как работает весь этот бизнес, я хочу объединить, вот те три категории, которые я назвал до этого, это инженерная компания, компания клиент и вендор, как все это работает. То есть в случае необходимости разработки какого-то месторождения, какого-то, скажем так, реконструкции какого-то действующего объекта, компания, клиент разрабатывает идею, скажем так, у нее может быть множество идей, то есть на этой стадии эти множества идей, они могут быть проработаны инженерной компанией и определить оптимально, то есть на основании или технологическом основании, или на основании, скажем так, экономическом. Вот какой пример, допустим, если я так понимаю, что компания нефтяная, возьмем Хаски, к примеру, они нашли месторождение, получили права на выработку нефти из этого или газа, месторождение, и они обращаются к инжинированной компании для разработки технического проекта, я так понимаю. Да, все правильно, абсолютно верно, то есть они, скажем так, на первоначальной стадии, они просто хотят оценить, то есть разработать предварительную документацию, не тратя много денег, и данная стадия проекта называется DBM, я не хочу уходить в детали, это как бы уже большая тема, которая займет много времени, мы не будем здесь ее обсуждать. Они разрабатываются, предварительная документация, просто для принятия финансового final investment decision, то есть финального инвестиционного решения, для того, чтобы просто определиться, сколько это будет примерно стоить. Обычно это предоставляется только в инженерную компанию, то есть на этой стадии еще не работают с компаниями, которые производят оборудование, потому что обычно есть база данных по стоимости оборудования, и этого достаточно на предварительной этой фазе. После того, как принято решение о том, что да, мы планируем что-то делать, компания и клиентам, проект переходит в следующую стадию, где уже производится разработка детальной технической документации, вот на этой стадии уже компании EPC, компании клиенты плотно работают с компаниями-поставщиками, для того, чтобы уже определиться, выбрать оборудование, оценить это оборудование и так далее. То есть этот как бы цикл и, скажем так, вот как происходит этот цикл, то есть идея от компании-клиента, разработка проекта от инженерной компании и оборудование от компании-поставщиков. Ну и потом, конечно, уже от компании-поставщики уже обеспечивают сервис, уже в дальнейшем, когда это есть, оборудование на филд. Я так понимаю, что вот как раз инженеры, они могут быть заняты в каждой из этих вот трех компаний, да, то есть и инженер может работать в нефтяной компании непосредственно, как заказчик, он может работать в инжиниринговой компании, как разработчик этого проекта и со стороны вендора или поставщика, как инженер, который поставляет свое оборудование, он может компетентно рассказать, для чего это оборудование работает. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Хорошо. Давайте двигаться вперед, и мы уже затронули вот эти шесть инжиниринговых, так сказать, профессий основных, да, теперь давай поговорим об интересном моменте, который интересует всех, нужно ли иметь лицензию. Конечно, все уже подозревают, что да, нужно, но зачем это вообще создано в Канаде, вот это лицензирование обязательное, да, и где это все проходит, какая организация делает лицензии, предоставляет. Да, абсолютно каждая провинция в Канаде имеет свою ассоциацию инженеров, это саморегулирующий орган, который, скажем так, основными задачами которого является это предоставление лицензий для инженеров, для практикующих инженеров, а также предоставление permit to practice для компаний, которые выполняют инжиниринговый сервис. Их задача также является разработка, скажем так, свода правил по профессиональной этике, как для компаний, так и для конкретных инженеров. И, скажем так, также в их задачи входит это отслеживание то, что, да, скажем так, отслеживание стандарта, выполнение данных стандартов. В случае необходимости также, ну, обычно это при случае каких-то complaints, жалоб, назовем так, проведение расследований, да, это бывает, да, это бывает. И со стороны расследования как компаний, так и конкретных инженеров, то есть, да, в случае каких-то, скажем так, каких-то... Как называется эта организация? Да, организация называется, мы говорим сейчас за Альберту, она имеет название, разные названия в каждой разной провинции, но если мы говорим за Альберту, данная организация называется ОПЕГА. Это Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta. То есть, да, это, скажем так, основной офис расположен в Калгарии, в Даунтауне, в Калгарии, да, и все, скажем так, аппликейшн. Мы предоставили, я предоставил ссылку на ОПЕГА, то есть, если вы можете посмотреть, она будет внизу обязательно. Обязательно разместим, да. С множеством полезной информации. Хорошо, то есть, как я понял, эта организация, во-первых, это не государственная организация, независимая, и она занимается, так скажем, разработкой стандартов профессии. Если простым языком, да, то есть, как инженеры в целом должны работать, то есть, конечно, не пошагово, что он должен делать на работе, но его стандартные профессиональные деятельности. Абсолютно верно, и мы должны понимать, что они не разрабатывают какие-то стандарты по разработке дизайна или чего-то еще. То есть, это не техническая абсолютно организация, они занимаются именно, скажем так, разделом профессиональной этики, то есть, то, что их интересует. А если есть какие-то споры, скажем так, между компанией-клиентом и компанией-инжиниринговой компанией или компанией-вендором, и они выходят за рамки, скажем так, профессиональной этики, одна из них может обращаться в ОПЕГу, и обычно они, скажем так, пытаются на своем уровне понять проблему и, скажем так, решить данную проблему. Да, но мы обязательно, конечно, чуть позже перейдем к вопросу именно, как получать лицензию и как эта организация сертифицирует, лицензирует инженеров в Канаде, да, и в Альберте в частности. Но сейчас хотел бы немного прояснить такой вопрос, вот ты говорил о профессиональной этике уже несколько раз, что это такое в Канаде, да, почему это важно, и как вот ты, непосредственно, как инженер лицензированной этой организации, как ты соблюдаешь эти стандарты этики, почему они вообще важны здесь? Да, то есть это является основной причиной, скажем так, существования этой ОПЕГи, как мы сказали, как конкретно случаи, то есть для чего это является регулирующий орган, который одновременно является твоим помощником. А в случае, если есть какие-то, скажем так, примеров может быть множество, в случае, если компания, например, заставляет инженера выполнять какие-то неэтичные, скажем так, действия, распоряжения, есть определенный кодекс правил, как необходимо поступать профессиональному инженеру. Естественно, все должно быть решено, и он должен сказать нет, объясняя тем, что он профессиональный инженер, и он не имеет, скажем так, он не будет выполнять данное распоряжение. Если это выходит за рамки, скажем так, компании, и это не решилось на рамках компании, инженер всегда имеет право обратиться в ОПЕГу, и ОПЕГа, скажем так, однозначно будет стоять на его стороне, и объяснит, почему нельзя конкретным, скажем так, людям или конкретно данным представителям компании. Такие случаи я, по крайней мере, не слышал, так, чтобы это было, но такие случаи бывают. То есть, это вот опять же простым языком, извини, я как бы не хочу сказать, что ты сложно говоришь, я просто, может быть, чуть-чуть перевожу на другой язык, и люди, если не сталкивались с этим, они вот могут подумать все-таки вот о чем мы сейчас говорим. Вот если пример простой, допустим, ты как инженер работаешь, у тебя есть руководитель один, может быть, над ним второй, да, и там еще самый верхний третий. И вот компания хочет получить какой-то проект, или она уже разрабатывает проект, она говорит, мы вот считаем, что можно вот здесь вот чуть-чуть вот как-то что-то изменить, обойти, да, и давай сделаем так. Ты со своей профессиональной точки зрения говоришь, ребята, я не могу это так делать, потому что я считаю стандартным. Да, это абсолютно нарушает, особенно если это нарушает, например, safety, то есть технику безопасности данного процесса. То есть, однозначно это нельзя... И ты можешь своему руководителю сказать. Абсолютно верно, то есть, ну обычно, скажем так, человек не прикрывается ОПЕГ и не делает, просто объясняет, что извини, это не будет по причине того, того и того. Обычно этого достаточно и обычно это работает. То есть, надо понимать, что лицензия инженера – это привилегия. Привилегия и permit to practice для компании, permit to practice – это разрешение на производство инженерных работ. Это как конкретно для человека, так и для компании это является привилегией. То есть, в случае нарушения определенных стандартов данная привилегия может быть или временно отобрана, или отобрана вообще. То есть, грубо говоря, ты можешь потерять профессию или компания потеряет бизнес. Абсолютно верно. Да, это очень важно. И вы знаете, что Канада в целом правовое государство, поэтому здесь законы работают. Если доходит вот до таких серьезных случаев, то, конечно, мало никому не покажется. И тут просто там деньгами откупиться никто здесь не сможет, как это делается в наших странах. Но скажи, ты сказал, что таких случаев ты на своей практике не видел, да? Но в целом ОПЕГа, она выступает, как я понял, на стороне инженера, да? Не на стороне компании. Она на стороне стандарта, обычно на стороне стандарта профессиональной этики. То есть, она однозначно не на стороне инженера, а на стороне профессиональной. То есть, это в конкретном случае производится оценка действий инженера или оценка действий представителей компании, которые там что-то заставляли или что-то там происходило. Окей. Мы сказали, что ОПЕГА – это альбертийская организация, да? Если человек, предположим, получил лицензию инженер, получил лицензию здесь, в Альберте, имеет ли он право поехать с этой лицензией, допустим, работать в Соскочеван или в Британскую Колумбию или в Онтарио? — Обычно нет. То есть, если, например, мы говорим, что ПИНЧ или профессиональный инженер является членом ОПЕГИ, то он имеет право выполнять или практиковать инженерную деятельность только в пределах одной провинции. В случае, если компания получила, которой он работает, получила проект, например, в Британской Колумбии, это я на основании своего личного опыта, происходит процесс, который занимает порядка одного месяца и порядка годовой, скажем, первоначальный годовой взнос составляет порядка 800 долларов. Это заполняется определенная форма на сайте, например, в БИСИ, у них это называется ОПЕГБИСИ, и они напрямую запрашивают Альбертинский офис о том, что является ли данный человек действующим инженером, при подтверждении и оплате соответствующих ФИИ или членских взносов, получаешь лицензию БИСИ, конкретно БИСИ. — То есть, не надо сдавать дополнительные тесты, экзамены? — Абсолютно верно, то есть, это подтверждает, получаешь лицензию, занимает процесс порядка одного месяца, у них есть, бывают ускоренные варианты, более дорогие, более дешевые, скажем так, когда человек не ограничен во времени, но в целом, да, это возможно, и абсолютно никаких дополнительных требований или дополнительных экзаменов или еще не требуется. — Это хорошая новость, несколько облегчает работу, если человек переезжает в другую провинцию, да, или если он занят на каком-то проекте, который в той провинции разрабатывается, соответственно, лицензию нужно иметь, я так понимаю, для этой провинции. — Я еще так понимаю, что если вот, предположим, тебя компания отправляет на проект в БИСИ, и тебе нужно получить лицензию, то это оплачивается компанией или ты сам оплачиваешь лицензию там? — Я понял вопрос, это обычно зависит от того, какой статус у человека в компании. То есть обычно я уже смотрю твои блоги, хорошие блоги, да, и бывают, скажем так, две основные разновидности отношений с работодателем. Первая — это employee или работник, и вторая — это контрактор. То есть если это employee, ну это обычно by default, компания оплачивает все fee, если она, например, получила проект в БИСИ, и она хочет выполнять инженерную документацию для БИСИ, и они должны быть как бы проштампованы профессиональным инженером от БИСИ, но данный человек проживает физически, например, в Альберте. Да, они обычно reimburse, как бы оплачиваешь сам, подаешь документы, они все возвращают, да, все возвращают. А если это контрактор, обычно это все контрактор выполняет за свои, но он включает данную стоимость просто в контракт. — В сумму своих услуг. — В сумму своих услуг по контракту, да. — Понятно. — Ребят, мы немного переместились на улицу, у нас сегодня прекрасный день. Антон, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь сейчас рынок нефтегаза в Альберте непосредственно, да, с точки зрения работы? То есть насколько компании активно сейчас увольняют людей или набирают людей, вообще можно ли найти сейчас работу? — Ну, хотелось бы отметить то, что когда перед тем, как прийти на, скажем так, на интервью, я посмотрел, общее количество работ в Oil & Gas, оно сократилось с 2014 до 2019 на практически 25%. То есть рынок ужался на 25% от того, что было изначально, когда маркет был очень хороший, когда цена на нефть превышала, там была порядка 100 долларов. — Что происходит сейчас? — То есть компании, в основном те, которые, проекты, которые сейчас есть, они есть, по-прежнему проекты есть, они в основном направлены на, скажем так, оптимизацию процессов. То есть уже меньше на то, что увеличение производительности, больше на именно эффективность, экономическую эффективность или там, скажем так, какие-то модернизации, которые требуют уже согласно времени. А есть крупных мегапроектов, которые были там до 2014 года, особенно они были там в 2012 или там в 2006-2007, крупных мегапроектов нет. Но, однако, за исключением, может быть, Petrochemical, несколько проектов. Но в целом рынок сохраняется следующий. Я бы сказал, что трудно, но возможно. Почему я так говорю? Потому что инженерные компании, компании-клиенты по-прежнему нанимают. По-прежнему происходят разные, как ротации мы их называем, да, или там люди идут на пенсию, или там, по крайней мере, нужны какие-то новые, открываются проекты. Для этих новых проектов нужны люди. Почему я говорю трудно, но возможно? И я уже как в своем до этого говорил, что это может быть даже является то, что человек свежий с большим опытом является преимуществом. То есть, если в зависимости от того нанять какого-то человека с 10-летним опытом в Канаде, профессионального инженера, компания понимает, что если абсолютно все компании сейчас пытаются сократить затраты и компании-клиенты, и инжиниринговые компании, потому что рынок очень competitive и challenging, то можно, скажем так, имея человека, который еще не является инженером, и он только вот приехал там месяцы назад или дни назад и так далее, и он при этом ищет работу, у него профессионально подготовлено резюме, у этого человека хороший английский, причем знает технические термины, может общаться. Да, данный человек, скажем так, у него есть даже преимущество, потому что компания его может нанять, выполнять какую-то работу, исходя из его опыта, этот человек может выполнять эту работу. Его работа будет проверена профессиональным инженером, но при этом платить этому человеку нужно меньше. Это, ну, к сожалению, это правда жизни, это как бы надо говорить, принять это. Поэтому возможно, но как выйти вот на, скажем так, уже на реальное собеседование с реальной компанией, даже при том, что вы готовы там работать по началу за меньшие деньги, это вот, скажем так, немножко сложнее. И если брать, например, как, как вот поступать, как, как делать, я бы сказал, что, ну, by default должен быть хороший английский. Тут даже это не обсуждается, это даже, ну, номер один. То есть это даже не номер один, а без этого нет номера один. Это просто по умолчанию. Это абсолютно по умолчанию. Второе, это то, что резюме должно быть именно, если вы готовитесь на какую-то позицию, она должна быть именно про эту позицию, именно про те требования, которые указаны там. То есть не надо расписывать много что-то про то, что не сильно, может быть, сейчас именно требуется прямо сейчас, а именно то, что требует данная компания. Второе, ну или третье, это я бы сказал, ну вот Настя в прошлом, она на вебинаре говорила очень хорошо, это в плане того, что нужно как-то находить, как они называют, нетворкинг или знакомство, назовем их тогда, в профессиональной сфере. Как их можно находить? Я прекрасно понимаю, что это очень сложно, это особенно первый раз, когда ты приезжаешь, у тебя может быть вообще никого знакомых нет. Не стесняться задавать вопросы, не стесняться писать в LinkedIn даже незнакомым людям. Не ответят, может быть там, 10 человек не ответят, один ответит. Да, лучше написать и тебе не ответят, чем не написать, и тебе точно не ответят. Да, абсолютно, ну изначально люди хотят помогать здесь, это абсолютно нормально, люди хотят помогать. Бывает такое, что нет у человека времени в данный конкретный момент, и он просто знает, что человеку этому сейчас не поможет, а он просто, скажем так, у него физически не хватает времени из-за какой-то активности на работе или активности дома и так далее. Ну, ходить по каким-то lunch and learn, которые проводятся в ОПЕГе, их можно как брать мембером и не мембером, заводить знакомство, выставки профессиональные, которые вот, например, у нас буквально через 11-13, на следующей неделе будет огромная выставка, на которой представлены будут в основном, конечно, компании-поставщики, а также компании-поставщики инженерных услуг. На этих выставках проводятся различные семинары. Не стесняться задавать вопросы, не стесняться подходить. То есть, ну вот, вот нетворкинг, даже я бы, наверное, это поставил на первое место, а потом хорошее резюме, потому что тоже хорошее резюме, это должно быть, как говорится, by default или по умолчанию. Да, мы, я напомню, что если вы не смотрели, вот у нас был очень хороший вебинар онлайн, где мы рассказывали о том, что как искать работу в Канаде, в чем особенности поиска работы. И мы именно запустили онлайн-курс по поиску работы в Канаде, как научиться правильно искать работу, как составить правильное резюме, LinkedIn-профайл, как правильно проходить интервью. Поэтому, если интересно, я ссылку тоже на этот курс оставляю под этим видео. Если интересно, проходите, смотрите. Но мы уже с тобой начали говорить, ты уже упомянул, что вот про зарплаты, да? Давай несколько слов, какие зарплаты получают инженеры в Канаде, какие, может быть, вилки есть, и зависимости от уровня квалификации. Хотелось бы отметить, что ОПЕГА, профессиональная ассоциация, она ежегодно присылает сервей или опрос на абсолютно всех профессиональных инженеров, геологов, и где задается вопрос об уровне ответственности, уровне опытов, ну, конечно же, там, пол и так далее. И спрашивается, это абсолютно конфиденциальный, скажем так, опрос, и спрашивается уровень заработной платы. Разделяются эти уровни, ну, естественно, в зависимости от опыта индустрии, и уровень, особенно от уровня ответственности. Все начинается с A- и заканчивается F+. То есть это вот такой, как бы, большой рейндж. Я предоставлял ссылку, как бы, на файл, который за последний, за 2018 год. Можно посмотреть абсолютно актуальные данные по Альберте, по профессиональным инженерам, по геологам в том числе. Если это все начинается с A-, то это где-то все начинается с 65-75 тысяч год. И F+, это эксперты индустрии, назовем так, да. То есть каждый в своем, но это эксперт индустрии. Высшая категория уже. Это, да, высшая категория. Там у них 250+. То есть другие различные категории, в зависимости от, как я сказал, опыта и уровня ответственности, можно посмотреть там много разных графиков и много разных, скажем так, разделений. Ну, рейндж вот такой, то есть начиная, скажем так, от 70 до 250 и так далее, и выше. Да, но здесь важно сказать, ребят, что не думайте, что вот 250 тысяч в год, это вот вам на счет перечисляют и все. Потому что это гроз зарплата, как мы все зарплаты принято учитывать гроз в Канаде, то есть до уплаты налогов. С этой суммы, конечно же, вы платите налоги, и если ваша зарплата там больше 150 тысяч долларов в год, то ваша налоговая ставка будет приближаться уже к 50%, там практически больше 40, это точно. Поэтому на руки вы будете получать намного меньше. Ну, мы с тобой поговорили, сколько инженеры зарабатывают. Зарабатывают они достаточно неплохо, поэтому стимул работать инженером достаточно хороший, и это интересная работа, как понимаем, в Канаде. Теперь давай поговорим непосредственно о том, как получать лицензию, что нужно сделать. Я бы хотел начать, наверное, с того, и чтобы люди понимали, какие есть категории инженеров опять. То есть первое – это EIT или Engineering Training. Обычно это молодые ребята, которые заканчивают университет, они имеют право подаваться в ОПЕГУ, и они получают статус EIT. После этого, после получения 4 лет инженерного опыта, они сдают экзамен по этике, и они получают уже PH – профессиональный инженер. Следующая категория – это… Да, кстати, я хотел бы сказать, EIT – это что-то наподобие молодой специалист. Как у нас, например, что-то наподобие молодой специалист. В крупных компаниях, даже в средних компаниях, обычно есть, кстати, поддержка молодых специалистов, есть специальные клубы, их поддерживают, им постоянно направляют на различные семинары, на различное обучение. То есть это здесь работает. Следующая категория, которую я хотел бы отнести, из этих трёх основных категорий, я хотел бы сказать, из трёх основных категорий – это Professional Licensee или PL. Данный человек, скажем, это профессиональный инженер, но который имеет право работать только в определённом объёме работ, ограниченного его опытом. То есть это, грубо говоря, PH, который имеет право работать только в определённой узкой сфере, которая ограничена его опытом, которую он доказал в ОПЕГУ. Через время это обычно статус меняется, когда получается больше опыта, через время статус меняется на профессиональный инженер. Но вот основное различие между вот этими тремя основными категориями – это как раз объём работы, или, скажем, как правильно сказать, что… Или даже уровень ответственности. Зона ответственности. Наверное, уровень ответственности. И последняя категория – это уже непосредственно профессиональный инженер. Если мы говорим, например, за EIT, то есть данный инженер имеет право работать только под надзором инженера. То есть любую работу, которую он выполняет, он или она обязательно должна быть проверена профессиональным инженером. Она, конечная ревизия данного, скажем так, документа, она должна быть проштампована профессиональным инженером. Но EIT только ставит свою подпись. Конечную, скажем так, ответственность за данный документ, за данную, скажем так, разработку несёт профессиональный инженер. Да, то есть… Но при этом профессиональный инженер также может заниматься технической работой, да? Потому что ты, допустим, профессиональный инженер, у тебя степень P&H. Ты также можешь делать всю разработку техническую и также поставить свою подпись. Существует ли здесь какое-то разделение обязанностей в плане того, что если ты разработал документацию, ты её сам можешь подписать или кто-то другой должен её подписать? Обычно любая документация является… Есть оригинейтор, то есть это тот, кто непосредственно разработал данную документацию. Он может быть как профессиональный инженер, так и непрофессиональный инженер. Обычно проверяющий должен быть как минимум профессиональный инженер. И вся документация должна быть, как approved, они её так называют, это обычно либо project инженера, либо project manager. То есть каждый человек несёт ответственность в данном, скажем так, в определённой сфере. Если мы говорим за техническую часть и данный документ был разработан, например, и IT, но простампован профессиональным инженером, конечно же за техническую часть данного документа несёт профессиональный инженер. Понятно. Теперь давай поговорим о том, какие, скажем, этапы получения вот этой вот лицензии. То есть как вот технически выглядит весь процесс получения лицензии? Я, наверное, уже остановился на EIT. То есть это основной для обычных ребят из Канады, молодых ребят, я имею в виду из Канады, которые заканчивают университет, получают статус EIT, получают 4 года и получают PINCH. Это основной статус, который для, скажем так, людей, которые идут через обучение. Но, наверное, мы хотим пообщаться и рассказать, дать полезную информацию для тех людей, которые слушают нас с Родины. Разумеется. И общая, скажем так, у них есть уже образование соответствующее инженерное, и у них есть инженерный опыт. Что им делать, какие шаги им нужно выполнять, для того, чтобы получить... Потому что здесь вопрос, нужно ли мне учиться вообще с нуля, поступать в университет, или какой-то опыт и образование из предыдущей страны могут зачесть местную сертификацию? Да, могут. Но мы сейчас, наверное, переходим на вопрос, что нужно для того, чтобы получить. Потому что эти два вопроса уже очень сильно, так сказать, взаимосвязаны. Для того, чтобы получить статус профессионального инженера, даже при наличии не менее 4 лет опыта на Родине, и, скажем так, образование соответствующее, необходимо, это требование обязательно, не менее одного года инженерного опыта в Канаде. То есть, вне зависимости от того, сколько лет на Родине, минимум один год канадского инженерного опыта. Это является, например, довольно-таки сложным, потому что это получается как замкнутый круг, у меня нет инженерного опыта, я не могу получить лицензию, и без лицензии меня не берут, да, но мы поговорим об этом позже, наверное, когда мы будем говорить про вопрос работы. Это есть и преимущество, и недостаток, то есть отсутствие лицензии. А потом поговорим попозже, как это. То есть, после того, как инженер с опытом на Родине и с образованием на Родине получил один год инженерного опыта в Канаде, он уже имеет право подавать аппликейшн в АПЕ. А если это аппликейшн принято, оно предварительно рассматривается, ну, обычно принимается, поступает запрос на подтверждение опыта, поступает запрос на подтверждение диплома, поступает запрос на подтверждение знания языка. Это обычно просто письмо на несколько страниц с объяснением, как вы знаете английский язык. То есть, IELTS не надо сдавать? Нет, ничего не надо, ничего не требуется. Обычно я подготовил там на 5-6 страниц с объяснением. Я выполняю работы на английском языке. Я даже приложил мои attachments, которые были у меня уже связаны с английским языком как доказательство. Обычно это достаточно, это не является проблемой. Также должен быть референс от канадского P&G, с которым вы непосредственно работали и выполняли инженерную работу. Он должен вам подтвердить, что да, данный человек работал в течение года со мной. Я знаю, что он выполнял такие-таки работы. И также описать его с точки зрения его, скажем так, soft skills, как они называют. То есть, как мы говорили уже. Личностные характеристики. Да, не только важно, а надо понимать, что в Канаде не только важно, но, наверное, насколько ты технарь, но также важно и soft skills, или какой человек ты, скажем так. А вот ты сказал, поступает запрос на подтверждение образования и опыта из твоей страны. Кому поступать? Тебе лично или... Хороший вопрос. Да, почему? Потому что поступает напрямую на... Например, если мы говорим... Начнем с опыта. Да. Вы заполняете форму и заполняете двух-трех человек, которые по каждой профессии, где вы, если вы работали в нескольких компаниях, например, два человека по каждому месту работы. Данные люди должны подтвердить ваш именно инженерный опыт. Это одно из, скажем так, требований ОПЕГИ. И надо понимать, что если у вас было множество должностных обязанностей каких-то связанных, и они больше направлены на административные, их указать можно, но они не будут браться в расчет. Они не будут браться в расчет. Все, что только связано с применением инженерных практик на, скажем так, на реальном месте работы. Данный запрос будет поступать напрямую на тех людей, которых вы указали. То есть надо указывать, да, и имейл должен быть обязательно рабочий имейл. Того человека, который может... Потому что они сами могут еще проверить эту компанию, посмотреть, кто там работает, своими, так скажем, уже методами. Ты указываешь референс свой, да, но они могут проверить, а действительно ли человек тоже работает в этой компании. Абсолютно верно, да. Не там, не брат просто какой-то ваш. Да. Второе – это запрос, например, на подтверждение образования, что требует ОПЕГа. ОПЕГа напрямую связывается с вашим институтом, университетом. И у меня есть конкретный личный опыт. Это был наиболее сложный, скажем так, шаг в получении лицензии. Ребята, вот здесь теперь внимание. Все внимание. Почему это был самый сложный шаг? Да. Что требует ОПЕГа? ОПЕГа напрямую присылал. Все начинается с того, что и ОПЕГа по имейлу отправляет запрос в данный университет по имейл-адресу, который идет на сайте университета. Обычно это канцелярия. Отправляется запрос по электронной почте, что просим предоставить данные на такого-то, такого-то человека. В моем конкретном случае данный имейл просто проигнорили. И сидит девушка в канцелярии, приходит имейл на английском языке. Его, наверное, или удалили, или посмотрели. Хорошо. Извините, здесь вот такой возникает очень тонкий нюанс, о котором мало кто думает, но он реально в каждый раз возникает. Что для тебя это настолько существенно важно здесь, находясь в Канаде. Для тебя это жизненно важно, потому что ты из-за этого получишь или не получишь лицензию. А человек там, который получает этот имейл, для него это абсолютно вообще не имеет никакого ценности, значения. Он не понимает, зачем это все делается. И как бы вот здесь образовывается такая очень сильная пропасть между тем, что это суперважно, а там это абсолютно не важно. Абсолютно верно. То есть в моем конкретном случае, скажем так, локомотивом подтверждения диплома в том городе, где я учился, была моя сестра, потому что она проживала в том же городе. И она была как локомотив, у нее такой пробивной характер. И она смогла добиться того, что сначала этот имейл нашли, просто-напросто нашли. После этого ей сказали, что по имейлу ничего не принимают, требуется официальное письмо. Я обратился здесь в ОПЕГУ, попросил официальное письмо, направить его по тому же имейлу, но направить сиси на меня. То есть я уже видел, что да, они отправили. После того, как моя сестра обратилась, нашли это письмо, его перевели на русский язык. Для чего требовалось со стороны канцелярии данное письмо? Они объясняли, что мы не работаем по имейлу, нам нужна резолюция ректора, что мы можем предоставить данные. Для этого им требовалось письмо. Они распечатали, получили данное письмо. После этого, когда они выдали документы, документы должны быть переведены сертифицированным переводчиком, заверены нотариально. Документы должны быть в конверте. Конверт должен быть пропечатан штампами канцелярии университета. То есть уже все документы должны быть положены в этот конверт, конверт запечатан и поставлены штампы университета. Абсолютно верно. И напрямую направлено от университета на АПЕГУ. Данный процесс, с учетом того, скажем так, локомотива моей сестры в городе, в университете, занял порядка полтора-двух месяцев. То есть, если бы я представляю, скажем так, мне пришлось бы потратить месяц, полтора-два в этом городе. Чтобы лично поехать из Канады. Чтобы лично ехать и добиваться этого. Это самый, наверное, сложный момент получается. Это был, да, наиболее сложный момент. Ну, тут тогда получается, что главный совет, ребят, если вы начинаете этот путь, то вам нужно найти просто человека в том городе, где находится ваш вуз, который вы заканчивали, который возьмет на себя вот эту вот сложность, бремя, двигание вот этого процесса шаг за шагом, да, чтобы пойти в университет, поговорить с кем-то. Абсолютно верно. Где-то, может быть, как-то замотивировать людей, чтобы они начали шевелиться. Но это нужно сделать, иначе вам просто лично придется из Канады ехать и заниматься этим всем персонально. Ну, или, как мы говорили, например, находить юриста и, скажем так, юрист, который будет помогать двигать этот процесс. Потому что процесс этот, скажем так, сдвинуть его с мертвой точки довольно-таки, ну, по крайней мере, в моем конкретном случае было довольно-таки сложно. Хорошо, Антон, давай поговорим. Вот, допустим, решили этот вопрос, получили документы, ОПЕГА получила документы. Аппликейшн-процесс заканчивается на этом? Нет, абсолютно. То есть, они делают эволюэйшн, то есть, они делают оценку, оценку соответствия образования и оценку соответствия опыта. Если, скажем так, опыт, как мы говорили, опыта требуется не менее четырех лет, общего опыта четырех лет, из него не менее одного года должно быть канадского опыта. Если по академическим требованиям немножко не совпадает с требованиями, их требованиями, например, требования, которые обычно канадские требования, Это может перекрываться опытом. Если у человека, например, вместо 4 лет, у него, к примеру, 10 лет опыт, это может перекрываться опытом. Но что-то он в институте не доучил то, что здесь требуется. Оно перекрывается опытом. В этом случае человека просто направляют, например, на PPE exam, Professional Practice, Ethic exam, экзамен по этике. Если чего-то не хватает, то есть, например, в академических требованиях, которые требуются Канады, чего-то не хватает, и это не может перекрыться дополнительным опытом, человека могут направить на FE exam, Fundamental of Engineering exam. Данный экзамен является, если брать, например, экзамен по этике, он сложный, но его можно сдать. Обычно люди сдают с первого, но максимум со второго раза. То экзамен Fundamental of Engineering, он сложный по причине того, что если это был бы студент, например, 4 курса, он бы, наверное, сдал его с первого раза, без особого напряжения. Если человек уже закончил университет 10-15 лет назад, и ему сейчас надо как бы рефрешить все знания, те, которые уже у него были, иногда это является сложным. Я знаю, люди готовятся по полгода, по году данному экзамену, и он является сложным. Иногда сложно сдать с первого раза. А после сдачи экзаменов, какие требовались, происходит, так сказать, клятва инженера, уже дается все. Ты получаешь пенч, остается только клятва. Ну, даешь клятву инженера, и после этого ты становишься уже пенч. То есть, какие-то отдельные экзамены именно в ОПЕГе ты не сдаешь? Как я сказал, это обязательный экзамен по этике, этот обязательный. И второй Fundamental of Engineering, этот экзамен, если требуется. Понятно. Да, если требуется. Хорошо. Сколько стоит пройти этот процесс с точки зрения ОПЕГе? Сколько нужно денег платить за аппликейшн, может быть, за экзамен? Сколько это выливается? Скажем так, если без F и экзамен, то есть, где-то с учетом покупки книг, с учетом всех, скажем так, коммуникаций с университетом, перевода документов, я бы сказал, где-то порядка полторы тысячи долларов. Всех первоначальных членских взносов, годовых взносов, где-то порядка полторы тысячи. Нужно ли, если человек получил уже лицензию, нужно ли ему потом каждый год доздавать какие-то экзамены? И нужно ли ему платить каждый год за лицензию? Доздавать экзамены какие-то не требуется, но при этом есть требования о постоянном профессиональном развитии. То есть, это производится на сайте, на личном аккаунте в ОПЕГе. И нужно набрать необходимое количество поинтов, это 80 поинтов в шести разных категориях. И это связано с, например, прочтением профессиональных книг, посещением выставок, докладов, презентаций. И, в принципе, нужно набрать 240 баллов за три года, то есть, в среднем порядка 80 баллов. Как, с твоей точки зрения, как сложно их набрать, что нужно делать в течение года? В принципе, если практикующий инженер, это несложно, потому что одна из первых категорий, это называется development via job, как бы, то есть, развитие… Профессиональное развитие. За профессиональное развитие, за только за то, что ты уже работаешь, скажем, как инженер. То есть, однозначно, если ты находишься как бы в engineering environment, ты уже развиваешься, если ты у тебя работаешь на действующих проектах, то есть, это порядка 30-40 поинтов. И остальные поинты ты уже добираешься за прочтение книг или какие-то презентации, launch and learns, которые очень популярны здесь в Канаде. Понятно. Теперь давай поговорим… Если мы говорим за fee, я извиняюсь, еще мы говорили за членские взносы. Членские взносы, естественно, являются обязательными. За последний, в прошлом году это было 392 доллара. В год? В год. Да, один раз в год. И обычно они, если ты являешься employee, то есть, являешься сотрудником компании, они обычно возвращаются в компанию. Хорошо. Теперь давай поговорим о таком вопросе. Можно ли, например, получить эту лицензию вообще удаленно, не находясь в Канаде, да? И если нет, то можно ли хотя бы начать готовиться к получению удаленно? Хороший вопрос. Я думаю, наверное, будет очень сложно, потому что одно из требований, я уже говорил, это не менее одного инженерного года опыта в Канаде, канадского опыта, не менее одного года. То есть, сначала нужно подтвердить или как получить работу здесь, направленную, связанную с инженерной деятельностью, а потом уже только можно подаваться в ОПЕГУ. Поэтому что-то получить лицензию оттуда, с родины, наверное, будет тяжеловато, но подготовиться можно. Как я уже сказал, с моего личного опыта было одним из самых сложных, это подтверждение диплома. Поэтому найти того человека, за которым мы говорили, который может помочь, это будет очень-очень в дальнейшем, может быть полезно. И второе, наверное, пообщаться с теми людьми, которых вы планируете поставить в референс. То есть, для того, чтобы просто понять, что да, я вот планирую в этом месте работы, я планирую двух человек, с ними пообщаться, тоже это будет полезно. Ну, а есть ли, допустим, в открытом доступе или на сайте ОПЕГУ книжка, так скажем, простыми словами, допустим, по экзамену по этике? Можно ее найти или это уже как-то платить за нее надо? Ну, обычно она является хардбук, то есть, как бы ты... Ее физически надо купить, да. Да, но в интернете много различных... То есть, в принципе, информацию можно... Да, да, к этой информации можно подготовиться. Но, опять же, обычно, если при подготовке на данный экзамен, в конкретном случае, если ты покупаешь книги, связанные с... Данные книги стоили порядка 200... Весь комплект книг стоил порядка 200 долларов. Конкретно в моем случае компания оплатила все и вернула деньги назад. Ну, я думаю, что, видишь, получается ситуация, что если человек настроен решительно, да, здесь подтверждаться как инженер, то, в принципе, ему не... Я думаю, что нет большого смысла начать учить это все совсем заранее. В принципе, если он приезжает сюда и начинает уже работать, то в течение вот этого года, который он получает опыта работы, он может и начать параллельно учиться, готовиться к экзамену. Абсолютно верно, абсолютно верно, да. И если мы говорим, например, человек, который начинает работать здесь, он выполняет должностные обязанности, хотел бы отметить, что его обычно, его профессия не называется инженер, они не называют ее инженер. Самое частое, то, что я видел, это называют специалист, то есть специалист, то есть, например, какой-то процесс специалист. Или технишен еще я называю. Абсолютно верно, да. А вот, кстати, мы вот уже как раз затронули эту тему, можно ли работать в Канаде инженером, в кавычках, да, без лицензии. Соответственно, вот как получить тот опыт, год опыта работы без наличия лицензии? Ну, то есть, как я уже говорил, наверное, в начале, наше вот является и преимуществом, и недостатком. Преимуществом, потому что если компания знает, что есть хороший специалист, но у него сейчас нет возможности получить профессионального инженера, потому что у него нет канадского опыта. То есть, это является преимуществом, потому что компания может, скажем так, условно недорого за невысокую зарплату получить хорошего специалиста, у которого, например, хороший опыт в данной сфере, который как раз им требуется. При этом и работник сам смотрит уже, мне нужно получить канадский опыт, мне это интересно. После того, как уже человек получает статус профессионального инженера, это уже, скажем так, открывает перед ним совершенно другие двери. Но ты встречал, допустим, людей, может быть, из твоей индустрии, что люди работают вот без лицензии, но они, в принципе, долгое время работают и, может быть, и не сильно собираются на пенч поступать. Ну, обычно, скажем так, я видел, что люди стараются получить лицензию инженера. Ну, потому что это и повышает и зарплату, и уровень ответственности, и интересность работы и так далее, да? Да, абсолютно верно. То есть, если мы понимаем, что это, скажем так, одно из требований, что любая твоя работа должна быть всегда проверена, и ты не являешься финальным лицом, который отвечает за данную документацию. Если, скажем так, как и в любой компании, уровень зарплаты, уровень любых бенефитов, это зависит от уровня ответственности, это абсолютно нормально. И если, скажем так, человек, который, его должен постоянно, должен кто-то супервайз, его профессиональный инженер, должен проверять его работу, естественно, это говорит об определенном уровне ответственности в данной компании. Естественно, это и, соответственно, будет оплачиваться. Понятно. Хорошо, мы на этом будем уже заканчивать. Я напоминаю, ребят, что мы размещаем ссылку на пошаговую инструкцию, как проходить лицензирование в Канаде на инженера. Под этим видео потом проходите, изучайте этот документ, очень полезно, все подробно расписано. Но, если у вас все-таки остаются вопросы, как всегда, welcome в комментарии, пишите там. Антон, скажи, есть ли возможность как-то с тобой связаться, если у людей возникнут какие-то конкретные вопросы по прохождению процесса или по работе инженером, где можно тебя найти? Ну, я думаю, наверное, будет, наилучшим вариантом это будет LinkedIn. Там я Антон Винокуров. Антон Винокуров, и если в поиске просто написать «Калгари», я думаю, вы меня найдете. Ну, хорошо, я тоже размещу ссылку на Антона LinkedIn, поэтому связывайтесь с ним, если есть какие-то вопросы. На этом будем заканчивать. Ребят, спасибо, что посмотрели это достаточно длинное видео, но мы старались сделать его максимально полезным и информативным для вас. Если остались вопросы, пишите и ждите следующих видео, тоже будет полезно. Давайте идей, если вам интересно еще что-то послушать, мы также это запишем. Антон, тебе огромное спасибо за время, которое ты уделил для записи этого видео. Я надеюсь, не последний раз, может быть, что-то еще интересное запишем, если у людей будут вопросы. Все, всем удачи и хорошего времени. Пока-пока.